Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Наконец-то установилась теплая и даже жаркая погода, которая, к сожалению, несет не только радость, но и опасность. О том, как не стать жертвой огня, поговорим сегодня. В нашей студии заместитель главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору Владислав Садовский. Здравствуйте, Владислав Валерьевич. Итак, скажите, пожалуйста, какие опасности нам грозят вот в такой жаркий период и как можно это все предупредить? Давайте начнем, наверное, с таких случаев на природе, потому что именно в это время люди стараются выезжать, отдыхать, а как мы все знаем, отдых подразумевает и алкогольные напитки, и расслабление, и какие-то такие даже негативные последствия. Ну, в первую очередь сейчас нужно обратить внимание тем, гражданам, которые уезжают на реку Волгу отдыхать, что сейчас поднимает, осуществляется подъем уровня воды в связи со сбросами. Это вызвано поводковой ситуацией, то есть дожди в Центральной России вызвали подъем реки, поэтому сейчас увеличен сброс реки Волгу, поэтому мы просим проявлять бдительность, не останавливаться рядом с береговой линией, ну, как бы это вот подальше. Вот, и на это внимание обращать, то есть... То есть вода может подняться внезапно? Нет, она внезапно не поднимется, но где-то сейчас ожидается в эти дни приблизительно на метр, на полтора подъем воды, чтобы подальше от берега просто и все, и смотреть. Да, особенно если с маленькими детьми сразу хочется сказать. Особенно, да, если с маленькими детьми. А то, что касается разведения костров, установления палаточного лагеря, тут элементарные требования, это необходимо сделать, как бы, это самое, кострище, окопать вокруг нее, там, сделать минерализованную полосу, и иметь всегда под рукой ведро с водой, там, или какую-нибудь емкость с водой, чтобы можно было затушить. Вот вы сказали сразу сделать вокруг нее полосу, вот лично я не очень представляю, что это такое. Сделать кострище и вокруг нее сделать, как бы, ровно такой небольшой, сантиметром, глубиной сантиметров 5-10. Тогда огонь не будет распространяться. Вот, и все, и вот, еще нужно обращать внимание для тех, которые предпочитают отдых в лесу, это смотреть за сообщениями, какой класс пожарной опасности установился в лесу, потому что при... А самый высокий класс опасности это какой? Когда устанавливается 4-й и 5-й класс пожарной опасности, запрещено посещение лесов. Ну, это об этом, наверное, заранее информирует население. Об этом да, сообщают, поэтому нужно вот за этим следить просто, и тогда будет отдых ваш ничем не будет обращен. Да, ну, еще, все мы знаем, что начало лета выдалось дождливым и относительно прохладным. Скажите, это как-то отразилось на показателях, или все-таки пожары были и были серьезные случаи? Ну, произошло с начала года всего два природных пожара, два пожара всего произошло, они произошли на особо охраняемых территориях, на территории заповедника. А как так, сразу вот вопрос, уточнение, территория заповедника, охраняемая зона, там же нет посетителей таких вот случайных? Или как так произошло? Или это природный фактор? Как обычно у нас это, просто там банально машина могла проехать, там, и скоро какая-нибудь, и все, и произошел пожар. Там они небольшое еще, и это самое, последствия, там всего лишь 0,6 гектара пострадало. В результате этих пожаров ущерба не причинено природе. И по территории области сокращилось, резко сократилось количество так называемых термических точек, которые фиксируются в момент пролета спутника на территории Самарской области. То есть вот со спутника передается информация, координаты, в случае, если подтверждается факт загорания в этой самой-самой точке, тогда органы государственного пожарного озора принимают меры. Вот с начала года было составлено 40 протоколов вот по таким случаям, а всего было 112 термических точек, из которых только 86 было подтверждено. А вот эти рвы, которые вот видно в лесах, вот такие вот подъемы и дальше... Это минерализованные полосы. А вот как раз вот эти полосы есть. Это специально... Это специально делают, скажем так, представители лесоохраны для того, чтобы предотвратить распространение лесного пожара. Не заволись лесного пожара. А какие возможности есть, в частности, у МЧС Самарской области при высокой степени пожароопасности, пожара, высокой такой опасности, выезжать на это место? Вот кто подключается к этому? Какие службы? Сколько единиц? Вот как это все распределяется? Сначала приступают к тушению сотрудники лесоохраны, пожара лесоохраны, а потом, если... Ну, есть целые критерии, там, постановление правительства, когда подключаются уже сотрудники, скажем так, на помощь, сотрудники Государственной противопожарной службы Самарской области и сотрудники Федеральной противопожарной службы. Силы и средства к тушению пожаров на территории Самарской области готовы. Возможности есть. Возможности есть силы. И еще такой вопрос про нарушителей. Как выявляется нарушитель вот в таких случаях и что грозит при том, что действительно выявит личность? Самое сложное в этом вопросе, это, конечно, установить, скажем так, злоумышленника, тот, который либо умышленными действиями, либо неумышленными действиями допустил возникновение лесного пожара. Вот в настоящее время органами дознания Государственной противопожарной службы МЧС России проводится, в производстве находится одно уголовное дело по такому факту. То есть устанавливаются все обстоятельства, опрашиваются свидетели возможные. Вот. И самый сложный вопрос, это того, определить, скажем так, не степень виновности, а, как вам сказать, какие телефонные звонки вот с этой вот точки, скажем так, звучали, и опросить всех абонентов этих номеров. Понятно. А скажите, пожалуйста, неумышленные случаи, это какие? Вот чему мы должны уделять внимание? Мы даже вот не понимаем, раз вы говорите неумышленные, значит, человек просто не понимает, что он может нанести. Покурил, бросил, не затушил до конца. Костер развел тоже, до конца не затушил. Например, там, неисправный, неисправенный искрограсситель в автомобиле. Такого вот плана. Да, то есть и не хочет вред причинить человек, ну просто вот действительно. А за неумышленное тоже есть ответственность, наверное, если ущерб какой-то есть? Уже виновность-то определяет суд. Ну да. Это расследователь, это сам факт просто. В любом случае, может быть. Причинение вреда или уничтожения лесных насаждений. Скажите, пожалуйста, а в такое жаркое время, вот если от природы отойти уже к дачным домикам и садоводным вот этим товарищам, там возникают пожары, как правило, вот в такие периоды? И опять же, какие предупредительные, профилактические меры можно применить? Нет, традиционно такие пожары, так слово-то, конечно, звучит традиционно. Традиционно, на самом деле, это вот загораются бани. Вот это вот самое, как говорится, бич вот этих вот пожаров. Это пожары в банях. А почему они случаются? Потому что во время монтажа теплогенерирующих установок не соблюдается элементарное требование пожарной безопасности, которое установится либо нормативными документами по пожарной безопасности, для того, чтобы гражданина не обязывать вот этим вот изучением нормативных документов, всегда прилагается к этому изделию инструкция предприятия-изготовителя, в котором подробно описываются меры безопасности при установке этого теплогенерирующего устройства. То, что касается, например, строительства печей, монтажа этих дымоходов, в этом случае необходимо в обязательном порядке привлекать специализированные организации, либо лиц, которые имеют соответствующую лицензию МЧС России на право производства этих видов работ. А со стороны заказчика вот таких работ, вот что нужно сделать? Как все это удостовериться в том, что это безопасно относительно? Ну, тут больше вопросов, наверное, к тем, которые будут монтировать. Ну, советы посмотреть, там, элементарно же я говорил, как уже я сказал, инструкцию предприятия-изготовителя. Ну, еще есть вариант. Это пригласить сотрудника государственного пожарного надзора. Наверное, не пригласить, а, наверное, все-таки в писанном виде сначала сообщить, потом, если какие-то будут сомнения у сотрудника, он придет. И в целях проведения профилактической работы окажет посильную методическую помощь в этом вопросе. Понятно. Владислав Варевич, в последнее время появляется очень много таких средств, которые сигнализируют об опасности. Их устанавливают в организациях, в жилых домах. А вот если продачные домики и бани, там что-то можно установить или нет? Или таких вот еще не придумали? Действующими требованиями пожарной безопасности не обязательно оснащать индивидуальные жилые дома и бани. Вот такими устройствами. Это автономные домовые пожарные извещатели, либо автоматические системы противопожарной защиты. А баллон, вот допустим, можно же в баню поместить? Такой специфич, такой красный, вот какой, как мы все помним, видим. Есть такое требование, оно элементарное. Можно сделать в бане перфорированный сухотроп. То есть это элементарная просто разводка идет по периметру бани, по верху, по потолку, в котором нарезается отверстие в трубе. В случае, если там загорается обшивка, можно привести в действие путем открытия крана, который, естественно, надо предусмотреть на безопасном расстоянии, чтобы самому ожоги не получить. А вот монтаж вот этой конструкции кто производит? Можно прям самому это сделать, ничего такого сложного нет. Просто эта вода будет идти самотеком и все. Ну вот это защитит бани владельца от возможного загорания. Потому что вся обшивка в бане, она со временем подвергается так называемому явлению пиролиза. То есть когда древесина накапливает эти вот вещества, и может произойти процесс самовзагорания. Ну или другой, например, элементарный вопрос. Когда приезжают, баню топят, ну вроде как приехали, там холодно, там неохота идти, а на всю ночь, как говорится, топится эта баня. Или там, ну да потом случается беда, загорается и выгорает полностью. То есть когда без контроля нельзя оставлять никакие источники в виде печей и других теплогенерирующих установок. То, что касается, например, сейчас модно устанавливать котлы, там газовые котлы, либо работающие на жидком, либо на твердом топливе. То вот для того, чтобы установить котел, как это вот нормально предусмотрено, тут самое лучшее, что сделать, это выделить специальное помещение для этого, для установки котла. Не устанавливать его там ни на веранде, ни в подвале жилого дома. Вот вынести, скажем так, на улицу в отдельное помещение, в пристрой. Там устанавливать, и тогда это тоже защитит ваше жилище от возможного пожара. Появились новые с инфро-красным излучением обогреватели, какая-то есть опасность от них, или в принципе это совершенно другое? Все элементарно, только вот здесь контроль за ним. И рекомендации предприятий-изготовители. Устанавливать на безопасном расстоянии от штор, от мебели, не сушить вещи на них. Такие вот элементарные требования. А если все-таки проанализировать причины возгорания, то на первом месте какие можно назвать? Все-таки вот не теряют позиции вот этих вот? Ну вот как мы уже говорим, это неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация, либо нарушение, вызванное использованием печного отопления. Печного, либо электроногревательных приборов. Потом неисправность электропроводки на третьем месте стоит. Это основные причины. Понятно. Скажите, пожалуйста, а надзорная деятельность, такая предупредительная, профилактическая ваше ведомство, она не распространяется на дачные массивы? Ну как-то обычно там организации контролируются, и детские лагеря, там школы, социальные объекты. А вот... Дачные массивы проверяются, но проверяется только сам массив, не строение граждан, которые являются членами этого массива. Проверяется проезды, наличие противопожарного водоснабжения, организационные мероприятия, которые предусмотрены нормативными документами. Вот. А все, что касается там внутри домика, на территории дачного участка, это уже на совести граждан, которые являются членами этого дачного кооператива. Да. Еще раз хотелось обратить внимание на то, что когда вот дачный массив все-таки к лесу примыкает, такое часто бывает и пользуется популярностью даже, что делать, если в лесу начнется пожар? Потому что ситуация чрезвычайная, очень много там эмоций, страха, какого-то возникает, паники. Вообще перед началом пожароопасного сезона необходимо, скажем так, от леса очистить территорию на расстоянии 10 метров от сухостой, от травы, от всяких там других горючих предметов. Да, как интересно. Мне кажется, вот даже вот никто особо этим не занимается. Вот вы говорите, нужно, вот я сейчас так представляю, даже вот визуально, мне кажется, вот все-таки это подходит. Это новое требование, которое с 1 марта 2017 года вступило в силу. Вот это очень важно. Вот второй момент, это необходимо, как можно еще защитить, выполнить это расстояние, например, 10 метровое. Можно, конечно, поменьше, там 5 метров сделать, минерализованную полосу сделать, чтобы не было распространения низового пожара. Но если уж будет совсем хорошо, как говорится, лес гореть, но тут только звенеть, как скажем так, во все колокола, предупреждать соседей и подаляться на безопасное расстояние. Потому что если будет верховой пожар, если, скажем так, деревья начнут падать, ничего не спасете. Тут не надо самодоятельности к этому, пускай профессионалы лучше подключаются. А ваша задача, вернее, задача этих дачников, предупредить друг друга и никого, как говорится, не оставить, помочь тому, кто нуждается в этом, эвакуироваться. Понимаете, дом загорит, дело наживное, если человек погибнет, тут уже неусполнимые потери случатся. Да, а вот из практики люди как начинают реагировать, спасать имущество или что? Ну вот как это бывает? А этого не нужно делать, вот если можно. Как говорится, там вот, и получается, сейчас не сидеть и умничать, да, ну что нужно сделать? Нужно взять документы, отключить газ, закрыть окна, вот как-то рекомендации идут. Вот в жилых домах, да, взять детей, в охапку, какие-нибудь там тряпки, намонные, которые намочить водой для того, чтобы защитить органы дыхания от дыма. И без паники продвигаться к выходу. При этом нужно сообщить еще в подразделении пожарной охраны о том, что произошел пожар во время всех этих, в завершении этих всех действий. То есть одновременно это все делать надо. Вот, а как уж человек поведет себя во время пожара, тут тяжело сказать. Вообще вот обучение мерам пожарной безопасности должны в первую очередь заниматься работодателям. То есть это их обязанность. Потому что большинство населения, все-таки у нас рабоспособное население, оно работает. И вот от пожара там, в принципе, те же действия, как на рабочем месте, так и дома, они практически одинаковые. То есть если вот на предприятии будет вот эта вот учеба проводиться регулярно, постоянно, если этим вопросом будет внимание уделяться, значит человек уже будет подготовлен к такой ситуации, уже глупости не будет совершать. Он не побежит, скажем так, уже в задымленное там помещение за документами, за ценностями и так далее. Документы восстанавливаются, не знаю, там золото, оно не горит, оно остается. Денежные знаки, ну, к сожалению, то они тоже бумажные, они сгорают. А если вернуться в черту города теперь, какая статистика с начала лета, какая обстановка, ситуация, вот что можно сказать? Как это характеризовать? Рассмотреть относительно того, где больше всего происходят пожары, это 70% это жилой сектор. Как правило, это частный жилой сектор. Вот из всех погибших на пожарах тоже около 70% это вот именно во время этих пожаров погибают людей. Если брать город-село, то наибольшее количество пожаров относительно численности, плотности населения происходит на селе. Как правило, потому что, наверное, все-таки в городской среде люди, может быть, более, как сказать, информированы, что ли. Скажем так, у всех не один там, а то есть несколько сотовых телефонов, есть своевременное реагирование. Ну и все-таки подразделения пожарной охраны в городе, они ближе. Все-таки время прибытия, если в городе 10 минут нормативно, то в селе 20 минут. Ну и распространение огня, конечно, там по деревянным строениям тем же в селе, в городе, вернее, в доме сельского типа, оно быстрее будет. А такая причина, как проводка старая, вот тоже, как вот ее предупредить? И она действительно очень часто бывает причиной пожара? Или вот если проанализировать, опять же, самый частый? На третьем месте. На третьем месте? Неисправность электропроводки, как я говорил. Но здесь что делать? Потому что, опять же, ремонт сделали, там старая проводка, главное, новые обои наклеили. А дальше что? Когда ремонт, во-первых, во время проведения ремонта приглашают специалистов, вот именно специалистов с большой буквы, чтобы они там не наделали, беды не натворили. Устройство защитного отключения обязательно нужно использовать у себя в сети. А то, что касается, опять же, вот этого старого жилфонда, тех, у кого нет денег, ну, только, только менять проводку, я советую, и все. Хотя это очень затратное, конечно, мероприятие, очень недешево это стоит. А на первом и втором месте тогда что получается, если электропроводка на третьем? Ну, я же говорил, там, неосторожное обращение с огнем, и это печное отопление электроприбора. Ну, если там горожанам, собственно, печное не так актуально, а вот... Ну, обыгрыватель тоже в городе используется, зачастую на них и белье сушат. Вообще, для сушки еще некоторые используют газовые плиты, но это тоже недопустимо. Вот, да, как раз вот газовые плиты, насколько они являются часто источниками возгорания, и здесь вот... На самом деле, очень редко они являются источниками. Потому что, кажется, вот у нас открытый огонь только в квартире, это как раз газ, да? Вот, получается. Газовая колонка, получается, да? Ну, вот, как ни странно, вот если говорить про газовые плиты, про современные, то там наиболее вероятный источник зажигания, это будет вот именно электрозрожиг. То есть, на моей практике такие были пожары, когда вот из-за неисправности именно электрозрожиг происходит. Замыкание в электросети сгорает, грубо говоря, не из-за того, что там газ горит, если это открытый огонь, а вот именно изнутри плиты исходит горение. Да, а вот, знаете, вот такой случай, если, вот вы говорите, электрозрожиг, вот нажимаешь, чтобы огонь поступал, а щелкает несколько раз, и потом, через какое-то время еще начинает щелкать, щелкать, щелкать. Это вот как раз говорит... Лучше отключить, да, лучше вызвать специалистов. Они вообще, да, отключить и не пытаться... Чего он там трещит? ...самому исправить. Я не электрик не могу сказать. Понятно, но на это тоже вот нужно обращать внимание. Конечно, да. Даже не огонь, не причина, а вот именно вот эта система. Не важно там, я говорю, это может быть и холодильник элементарный, он может тоже там автоматически запускаться несколько раз, тоже надо обращать на это внимание, как он работает. Гремит, гремыхает, не гремыхает, лучше специалистов пригласить, потратить там за его вызов тысячу-две тысячи, но зато и имущество останется целое, и жизнь и здоровье сохранится. Понятно. Вот вы уже сказали, что основная такая опора в борьбе против пожарной, так скажем, это население работающее на предприятиях, где их информируют людей, которые потом могут активно исправить ситуацию и даже предупредить раз и помочь тем людям, которые самостоятельно не смогут выбраться из огня. А что касается воспитания вот этих противопожарных навыков у детей совсем, что вот в этой части что-то делать, или это не так актуально? Вот как я поняла, что это в принципе, ну... Работа в школах проводится регулярно, она и нашими сотрудниками проводится, и сотрудниками Государственной противопожарной службы Самарской области. То есть в школах устраиваются конкурсы, проводятся занятия. В общем, дети вовлечены в этот процесс. Вот во всех сменах детских оздоровительных лагерей обязательно сотрудники пожарной охраны, там неважно, там они государственные противопожарные службы, или в федеральные противопожарные службы, то есть там проводят занятия. И вот как бы детям это очень нравится, когда приезжает пожарная машина, и вот они там вовлечены в этот процесс. Надевание формы, одежды. Ну вот если расширить эту тему, то случаи пожаров с участием детей, и когда дети страдают, это когда происходит все-таки? Вот если говорить, например, про гибель детей на пожарах, то в этом году три человека погибло. То есть так-то наблюдается снижение, если это сухие цифры брать. В прошлом году за это, за первые полугодия семь человек погибло детей на пожарах. Но все равно, даже три ребенка, это все равно очень много. По причине детской шалости тоже где-то порядка восьми процентов пожаров происходит. Здесь спрофилактировать это вот, скажем так, тоже, что движет ребенка, когда он берет спички, начинает поджигать, но не... Ну шалость, да. Ну самое вот... Вот просто элементарная шалость, рассказывать ему, да, ну дети-то всякие бывают. Может, мы наоборот расскажем, будет интересно, пойдет да подожжет. Просто не оставляй детей без присмотра. Да, вот это самое главное. Элементарное. Ну и справедливости ради, нужно сказать, что и дети часто становятся героями, да, которые вот... Совершенно верно, да. В таких ситуациях, когда и взрослые, кажется, растерять, спасают и сестренок, и братишек, и домашних животных, и открывают, и выносят, и... Такие есть случаи в Самарской области. Вот если можно, напомните о каком-то, и вот опять же, вот опять мы сегодня анализируем, что движет в таком случае ребенка, потому что кажется, что это страшно, да, что ребенок должен испугаться в первую очередь, а вот получается наоборот, что именно ребенок становится героем. Что движет его? Ну, я не объясню, чем движет человек когда-нибудь. Ну, в таких случаях часто показывают по телевизору и награждают даже детей, да, вот. Сейчас вот рассматривается вопрос. Я, к сожалению, сейчас вот не готов сказать ни фамилии, ни имя нашего героя. Но есть последний случай, да? Вот мы лучше, когда уже все это случится, тогда уже более подробно расскажем, потому что сейчас... Ну, случай уже произошел. Случай есть, да. Геройский, так скажем. Скажем так, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы наградить этого подростка. В этом году Государственный пожарный надзор отмечает юбилей, 90-летие. Прежде чем мы будем говорить об этой организации, я хотела поинтересоваться у вас лично, почему вы стали пожарным, вот именно в эту сферу пришли. Вы потомственный пожарный? Нет, я потомственный. Стал военным, поступил в военное училище, закончил авиационно-техническое училище, прослужил 9 лет в вооруженных силах, потом по сокращению штатов уволился. Проработал на автовазе на заводе 4 года с лесарем-ремонтником. Ну, как-то так получилось, что по роду работы своей на автовазе я стал с пожарными контактировать, инструкции по пожарной безопасности разрабатывать, планы эвакуации. Ну, как-то так вот. И затянуло вас. Ну, скажем так, да, затянуло, и все, и устроился. И теперь работаю, тоже почти 15 лет. Да. Вот, может быть, самый какой-то из вашей практики случай, который хотелось бы вспомнить сегодня, даже не знаю, с чем он будет связан, но с вашей профессиональной деятельностью, что это было? Вы принимали участие в выездах, в спасении? Нет. Нет, да? Мне надо рассказать, да ничего такого героического не совершалось бы. А как меняется работа в организации и вообще отношение, может быть, к пожарным? Вот за это время, вы сказали, что 15 лет, вот что вы почувствовали? Вот опять же, если проанализировать, да, что меняется? Ну, как сказать, вот если когда вот я устроился работать, пожарный был, ну, и сейчас такое есть мнение, что вот он такой придет, он штраф выпишет, объект закроет, запретит эксплуатацию, в общем, накажет. Сейчас министерство проводит политику на то, чтобы государственный инспектор пожарного надзора являлся не вот этим вот пуговым, скажем так, да, вот этим, не побоюсь этого слова, карателем, чтобы он становился уже помощником, может, даже в некоторой степени другом. Руководитель объекта, доросным лицам объекта, чтобы он приходил на объект не с целью наказать, а с целью подсказать, как нужно выполнить те или иные требования пожарной безопасности. Потому что в связи с развитием закона о техническом регулировании вот уже уходит, скажем так, в историю вот этих вот требований, жесткие, скажем так, требования, которые были раньше прописаны в строительных нормах и правилах. Сейчас законодатель говорит, что есть требования, которые обязательны для исполнения. Все они, вот все, без исключения эти требования, прописаны в федеральном законе 22 июля 2008 года, номер 123 ФСЗ, технический регламент о требованиях пожарной безопасности. То есть, вот то, что там написано, вот это вот безусловно, безоговорочно к исполнению. Вот второй документ, это правила противопожарного режима в Российской Федерации. Вот, все, вот два документа, которые необходимо выполнять. Ну, есть еще там требования, уже менее, так сказать, распространенные, это требования к пиротехническим изделиям. Постановление правительства 1052-е о требованиях пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. И технический регламент того же Новосоюза о порядке эксплуатации пиротехнических изделий. То есть, вот четыре документа, скажем так, которые вот выполняешь, и все у тебя будет правильно на объекте. Все остальные документы, это своды правил, национальные стандарты, они все, как написано в законе, технический регламент требований пожарной безопасности, необязательны к исполнению. Но необязательность в чем заключается? В том, что если ты их не выполняешь, эти требования не выполняешь, в этом случае тогда проводятся расчеты по оценке пожарного риска. То есть, можно на объекте выполнить требования федерального закона, который сказал, и требования, вернее, не требования, а и привести расчеты по оценке пожарного риска. Иногда там при расчетах бывает, что не выходит нормативное значение, и поэтому организация тогда разрабатывает, скажем так, рекомендует мероприятия, которые нужно провести. Скажите, а молодежь идет к вам на работу сегодня? Вот вообще быть пожарным это... Молодежь хочет к нам идти на работу, но сейчас сложность в чем? Что повышаются требования очень к профессионализму. Это во-первых. Во-вторых, в условиях, скажем так, кризиса, который еще никак не закончится, ограничен сейчас набор на службу, но предложений очень много. В этом году к нам приходят на службу двое выпускников всего лишь. Вот, ну, говорить в целом, понимаете, количество проверок снижается, проводимых проверок органам Государственного пожарного надзора. Если сравнить с 2012 годом, то количество проверок снизилось где-то... А это хороший показатель или нет, когда снижается? 50 процентов. Ну, еще даже годы... Вот это о чем? Пока еще года не прошло, скажем так, к чему выходит. Но устойчивая тенденция к снижению пожаров, она наметилась с 2012 года. И вот тут тоже это, понимаете, тут, как сказать, наверное, все-таки нужно тут на научном уровне сделать выводы. Мое мнение, что пока, наверное, все-таки рано говорить, к чему это все приведет. Потому что, ну, и излишние требования, которые вот зачастую предъявляются, они тоже не нужны. Да, в общем, работа предстоит большая. Но все равно, то, что есть такие показатели снижения, это уже о многом говорит. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию, за эту полезную и важную информацию. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнали Симон.